А у меня оладушки. Обычные оладушки на кефире. И к ним грушовое варенье. Такими дольками, девочки, оно. Груши такие твёрдых сортов или немножко недоспелые. Вариваю в сиропе. У меня здесь есть ещё и лимончик. Это без лимона. А я две порции делала. Одну порцию без лимона, а вторую порцию с лимоном делала. Девчонки такую горку. Пожарила оладушек. Обычные оладушки на кефире с сахарной пудрой не посыпала, потому что будем накладывать сверху грушки и кушать. Вспомнилась. Грушовое варенье достала. У меня сотрудник на работе говорил, когда был маленький, говорит, бабушке говорил, гнуснышно варенье. То есть грушаво. Гнуснышно. Вот, девчонки, такое отступление. Привет, если меня смотришь. Мой сотрудник бывший. У меня полдень, девчоночки. Приготовила себе кофеёк. Сейчас попью. Что по новостям. Я включалась перед этим, показывала, сварила борщ. Жду мужа на обед. Есть у меня минут сорок. Повязать. Тогда поедем с ним по делам. У нас по катушке очередные. Вот. Привет, Наташа. Канал «Мои увлечения и жизнь». По твою видео очень хорошо даже работает. Связала, связала. Ой, вязание взяла, связала. Сварила борщ, помыла посуду, помыла пол, загрузила стирку. Как хорошо, девчонки. Вот вам лайфхак. Нет времени смотреть. Включайте фоном. Ты у меня на кухне стояла. На фартухе. На кухонной. Я тебя смотрела, общалась. На машинке на твоей посмотрела. На всё. Всё, девчонки. Так, Наташенька, привет. Привет. Так, приступаем к вязанию. Время идёт. Достала крем, сейчас смажу руки. Ни о чём. Крем ни о чём, девчонки. Дуру. Ни о чём, ни о чём. Ну, он не стоит недорого. Я его тогда покупала. Покупала он такой голубой. Одно, что в нем хорошее, это запах. Конечно, девчонки, здесь запах. Инжир и грейпфрут пишут 100% натуральные ингредиенты. Но после этого крема хочется сразу минут через пять намазать Гарри. Ой, Гарри. Так, девчонки, прошу прощения. Гарри пытался лезть на окно и испортить моё здесь сооружение моё. А я же у нас всё темно, пасмурно уже неделю. Бегаю, бегаю. Не найду, где снять, чтобы хорошее качество видео было. Ну, не знаю, вот уже в окне сижу. Ладно. Добиваю этот крем, выбрасываю. Этот от Фаберлик хороший. Мне понравился. Даже выдерживает мытьё рук. Вот. Следующий у меня лежит уже. Вот у меня всё лежит. Вязание. Беру. Иду вязать. Беру свою. Вдруг понадобится. Здесь у меня спицы косметичка совсем. Здесь у меня всегда дежурный крем. Один в корзинке, другой. Так. А в чём же ж я? Вот, девчоночки, вяжу. Уже начала вязать полочку. От своего процесса такой у меня где-то кофта, кардиган, бомбер. Ещё не знаю, что на весну. Такой красивый. Мне нравится здесь получается градиент. И нитка люрекса. Я вам там видео неправильное было сказала, но под видео подписала. Ализе Ангора Голд. Не Ализе Ангора Голд Старр спутала. Знаю прекрасно, что. Ализе Ангора Голд Старр – это пряжа с люрексами-пайетками. А это Голд только с люрексом. Вот немножко видно. У меня микс двух ниток. Визель или Визель Ангора Рейнбоу и Ализе Ангора Голд. Вот, что у меня получается. Так же я, как и думала. Почему я думала, что у меня три матка этот Визель и этого Визеля. Его, оказывается, две. Но, тем не менее, что тех двух бы мне не хватило, наверное, на то, что я хочу. Немножко свободный будет. Он типа оверсайз. Кардиганчик, кофточка, бомбер, вот, кофта верхняя. И мне не хватит, не хватило бы и Визеля этого, как оказывается. Но Ангора мне точно не хватило. Потому что у меня остатки, вот, довязывая раздела на два матка однаковых на полочке. Выбросила секцию, подобрала по секциям, чтобы более-менее, ну, как там оно у меня будет получаться. Буду вывязывать эти полочки. Потом уже на рукавах что-то подберу. Попробую заказать кирпичный. Может, это он же, этот луковый, будет кирпичный. На одном сайте я нашла его. А нет, так возьму персиковый. Но все равно здесь секционка в основном в этом Визеле. То оно будет нормально. Вот, из планового осталось у меня это. С процесса довязываю. Сегодня довязала уже, одевала, снимала видео. О, девки. Как включаю видео снимать, так и начинается. То нож чешется, то в ухе свербит, то глаз, то чих, то еще что-нибудь. Вот, передохну. Кофейку выпью. Так, чего же я, собственно говоря, включилась? Бегом, пока светловой день. Это я и вечером могу поковырять под видео. А это же у меня жилет мой. Вот. Видите? Вот, поймала, как он. Немножко еще провяжу. И мне нужно будет переходить косы делать. Вот я, может кто не знает. Ну, я, наверное, знаю, но покажу. Чем я пользуюсь. Купила набор таких иголок. Они у меня давно были, но это поновила. Иголки для кос. Стоит чепуха, но хорошее приспособление. Для разного диаметра. Здесь вот тоненькая такая. Ой, ну, говорила же. Вот только сказала и начинается. Это где-то тройка, четверка и пятерка. По диаметру похоже. Вот. Вот удобно. А то я мучилась. У меня было отдельно. Спицы сломались были. Кнетпро симфонии деревянные. Сломалась одна спица. Я ее держала отдельно спицами. Она у меня была для этих, для иголок. Когда-то бэв набор потеряла. А потом вспомнила мне, почему я не пользуюсь. Нашла на сайте. Они, оказывается, есть еще. Заказала. Вот уже где-то полгода пользуюсь этими иголочками. Дорогими, вспомогательные спицы для вывязывания коз. По-моему, так правильно она называется. И удобно, и хорошо. И вот буду вязать-вязать. Вот такие, девчонки, дела, что хотела вам сказать. На данный момент такие планы. Вот у меня все идет пока по плану. Я, как и думала, в январе довязываю свои процессы. Жилет, голубую кофточку. И паучками, узором джамперок. И начинаю что-то новое. Ну, уже начала вязать этот же кардиганчик. Потом у меня по плану надо начать подружке. Кардиган уже говорила. И еще, наверное, у меня же руки чешутся с этого махера. Подаренного Анечкой. Наверное, я буду начинать вязать. Вот такие вот дела, девчонки. Так, все, вяжу. А то у меня по плану сейчас вязание. Потом обедаем с мужем и едем по делам. До следующих включений. А у нас ничего не меняется. Сын себе готовит Нестквик. Поздоровайся с девочками и мальчиками. Всем привет. Всем привет. Готовил свой Нестквик. Сходили на стрижку. Постригли его. А то он уже готовит. Подрос. Зарос. Сделали прическу ему. А то во время того карантина весеннего муж купил машинку для стрижки. И я стригла его. Он мужа. И сейчас стригу. И сына. Я его постригла. Ему девочка не понравилась. Вот к чему. Что девять лет. А понимает уже. Что такое, не такое. Говорю ему. Папа говорит ему. Муж. Мама тебя пострижет. Меня будет встречать. Тебя пострижет. Вот он говорит нет. А он спрашивает почему. А он говорит, что ты ему сказал. Я не хочу ходить лейсом. Я не хочу ходить лейсом. А потом говорит. Ты что хочешь, чтобы я в шапке в школе сидел. Так мы так смеялись. И вот ходили мы к одному парикмахеру. А потом ее не было. Пошли в другую парикмахерскую. Говорю. Он тебе понравилось. Говорит. Нет. Я больше туда не пойду. Так вот к чему, что дети, а тоже разбираются толк в том, как пострижут. Хотя стригли ему одинаковую стрижку, но совсем не то. Даже ребенок понимает, да, Назарчик? Специалист есть специалист. Все. Смачно вот обе. Нанесла на вонну, забрызгала. Думаю, и похвастаюсь девчонкам. Скажу свой отзыв. Мне очень понравилась эта новинка. Фаберлик дом. Средство для чистки ванной комнаты. Ультравайт. У меня ржавая вода немножко бывает течет. Так хорошо отбирает. Не вонючий он. Покупаю я отдельно к нему. У него просто продается. Он с крышкой. Я отдельно покупаю. У них на сайте есть такие распылители. И помпы-дозаторы тоже, как на средство для посуды. Вот мне очень нравится. Но, коль, девочки, уже здесь я стою. Сейчас минутку подождите. Достану вам. Опа. Дам свой отзыв о новинке. Концентрированный бальзам для мытья посуды. Оно у меня уже заканчивается. Но что я хочу сказать. Он очень хороший. Руки не сохнут. Я вот мою посуду. И потом, бывает, бегом сажусь вязать. Бывает, замечаю, что уселась так за вдохновением. Вяжу-вяжу. А потом думаю, а я руки не помазала кремом. Всегда я как иду вязать. Я мою руки. Мажу руки кремом. И сажусь вязать. Чтобы не изделие не испортить. Что я легче сконзила, легче. Вот такой у меня ритуал. А это я заметила, что рук мне не надо мазать. Девчонки хорошие. Но один в нем, не знаю, или минус, или как сказать. Он не экономичен. Он очень быстро заканчивается. Хотя пишут, что он концентрированный бальзам для мытья посуды. Но он не такой, скажем, не такой термоядерный, скажем так, для рук. И его нужно немножко больше, чтобы смыть жир. Разбавлять я его не рекомендовала бы. Так как обычное средство для мытья посуды не бальзам, а средство для мытья посуды там разное. И с углем у них есть, с черными, и с грейпфруктами, шалфей. Разные там есть. Это новинки у них две вышли. Миндаль и этот, кондиционеры, что. А те средства, что были до того, средства не бальзам для мытья посуды, а средства для мытья посуды. Те я разводила с малинкой даже. Они концентрированные. Я проходил номер такой, скажем так, что я его разводила и мыла посуду. Это не разведешь. И у меня же смальца нет, а на растительном масле все готовлю. Но тоже нужно большее количество средства. Так что оно у меня уже закончилось. И даю я вам такой честный отзыв. Но хочу я вам еще сказать, что я его куплю и не один раз. Потому что нужно уже выбирать или руки, или посуда. Немножко. Оно мне где-то, девочки, где-то на месяц. Мне хватило этой бутылочки. Здесь в составе депантенол. Вот что хочу сказать. Так что вот такая у меня артиллерия по уходу за домом. Гарри, что это за покатушки у тебя? Спина чешется. Так смешно, девчонки, катался он по полу на спине. Ну, пока камеру взяла, передумал. Тепло. Улегся, прибежал с улицы, а там снег. Прохладно. Он на пол упал. Упал, девчонки. И давай качаться по плитке. Гарри, привет передашь? Нет, не хочет.